Всем привет, это SEO Quick, меня зовут Николай Шмычков, и сегодня у нас будет обзор прессы. Мы будем обозревать свежие новости, как русскоязычные новости, так и англоязычные, которые как-то касаются продвижения в Рунете, непосредственно в Рунете. Да, некоторые новости будут исключительно русские, некоторые могут быть на английском. Все ссылочки на новости я оставлю в ролике в описании. И теперь мы переходим к свеженьким новостям, все, что выходило недавно в блогах. Одна из новостей, которая меня заинтересовала, это на сайте php.in.ua вышедшая недавно новость Ильи Черепенца, как определить брендовый трафик от органического. Он делает неплохой обзор относительно того, как можно отличать брендовый трафик от органического в Google Data Studio. Статья очень полезная, в целом я рекомендую ознакомиться с ней всем. Также я хотел бы сказать, что в Google Аналитике можно в настройках также прописать себе отсеивание брендовых запросов. Для этого в представлении выбираете раздел брендовые запросы и прописываете все названия вашего бренда с ошибками, без ошибок, в синонимы, в соответствующем поле. Таким образом, Google тоже научился определять брендовые запросы, как в контексте в paid search и organic search. Так что рекомендуем также знакомиться, а автору было бы неплохо это дописать. На следующее, что я обратил бы внимание, конечно же, на блог Netpeak. И очень хорошая статья, которая, в принципе, собирает у них уже прилично просмотров, это 11 расширений для Google Chrome в пользу SEO-специалистов. Статья очень неплохая. Михаил Бронс постарался, собрал большое количество утилит, которыми можно пользоваться. Также, если вы видите запись моего экрана, вы можете увидеть, что у меня есть тоже необычные утилиты, которыми я пользуюсь регулярно. Некоторые утилиты я оставлю ссылочки в описании. Это, например, известный всем BuzzStream, которым мы пользуемся для того, чтобы писать письма, которые автоматом находят e-mail. Также всевозможные сервисы, которыми мы пользуемся, это поиск ссылок. И также вот мой сервис по поиску ссылок в Google. Так что, надеюсь, владелец надпика посмотрит мое видео и расширит свою статью за счет полезных тулов, которыми пользуемся мы. Следующая статья, на которую я бы обратил внимание, даже не статью, а группу статей, конечно же, это SEO-профи. Все статьи SEO-профи достойны прочтения. Почему? Потому что материалы, которые тут выкладываются, очень полезны и следить за трендом свежими также рекомендуется. Единственный минус, что новости выходят не очень регулярно. Некоторые были в июне, но перечитывать их приходится регулярно. По поводу остальных блогов, это, собственно, SEO-академии. Здесь, в принципе, большой объем недавно выходящих статей. Для новичка я бы порекомендовал ознакомиться с статьями, которые касаются интернет-магазинов. Очень хороший посвященный цикл для интернет-магазинов. Я бы порекомендовал изучить любому новичку. И, конечно же, меня очень понравилась статья на сайте 2seo.com.ua. Это статья по блогу «Быстрые гугл-ответы» при помощи длиннохвостых запросов. Длиннохвостые запросы – это когда вы спрашиваете, как что делать, и вам гугл предлагает варианты ответов в так называемом таком блоке. Для того, чтобы проникнуть в эти вопросы и ответы, автор статьи, который не представился, кстати, это очень большой минус. Авторы желательно сейчас, чтобы имели настоящее имя с недавним апдейтом в Google «Your Money, Your Life» – это может быть минусом. Это хотелось бы донести до автора, чтобы он как-то себя персонализировал. И здесь он подробно останавливается на важных пунктах, как нужно отмечать этот раздел, как нужно правильно продвигаться. То есть, вопросительные слова-метки обязательно должны формироваться в вашем контенте. Вы должны выделять четко вопрос и ответ на него. Хорошая статья на ICO.ru, сайт, с которым мы сотрудничаем, понравилась. Очень неплохая тема – это Google «My Business». Слабое место практически всех владельцев сайтов. Да, Google «My Business» не все заполняют и думают, что это само по себе как-то будет заполняться без их ведома. И таким образом колоссально проседает по локальному поиску. В локальном поиске Анатолий написал шикарную статью, которая называется «Зависть конкурента. Ты первый». Ее можно с легкостью у нас найти на сайте и посмотреть эту статью. Эта статья очень неплохо расписывает все, что касается локального SEO. И будет прекрасным дополнением к той статье, которую вы прочитали. Хорошая статья на ICO.ru. Хороший сайт достаточно, мне он очень нравится, он очень лаконичный и простой. Здесь хорошая статейка, которая выходила в августе. Это набор плагинов для сайта WordPress. С IOST мы делали большой обзор на нашем сайте SEO.quick, его можно тоже почитать. В принципе, я постарался изложить вообще все, что касается этого плагина. У кого, в принципе, сайт на WordPress, однозначно рекомендуется установить этот плагин. Вот ссылочка. Я тоже оставлю у себя на сайте внизу, под роликом внизу будет ссылочка на это видео. Статья, которая рассказывает практически все, как делается, все возможности платной версии, что можно делать. Я в этом остановился очень детально. All-in-One SEO Pack. Если вы ставите первый, второй не нужен. Это я бы обратил внимание. У нас стоят оба, второй конфликтует, мы его отключили. SEO Framework. Честно, не тестировали, не знаем, поэтому ничего не можем сказать. Поэтому, скорее всего, возможно, хороший, раз автор, в принципе, на него... Ага, он пишет, что вместе нельзя. То есть, это либо первый, либо второй, либо третий. IP2 Locator Redirection. В принципе, можно использовать, но у нас Redirect настраивается по-другому. Auto Optimize на скорость загрузки и оптимизации изображения. Неплохая тема. Почему? Потому что есть уже Lazy Load, но про это я расскажу позже, так что обязательно досмотрите видео до конца. Я бы не рекомендовал устанавливать этот плагин. WP SuperCash, если не ошибаюсь, сами используем. Хороший, простой и бесплатный. AMP Forward Press. Да, нужно обязательно. AMP очень хороший плагин, не вызывает никаких проблем. Яндекс.Турбо. Вот надо, надо себе поставить, честно. Почему? Потому что сейчас Яндекс активно продвигает сайты с турбо-страницами. У нас обычно AMP, но мы знаем, что для Яндекса лучше повесить турбо. Транслитера. Это для ЧПУ. В принципе, неплохо. Надо будет поставить. Хотя у нас, по-моему, он встроенный. Мы когда создаем, у нас сразу транслитерируется URL. Но мы этим не пользуемся. Это, скорее, подойдет руку от интернет-магазина, потому что мы каждой статье URL прописываем ручками. Ранки. Ранки, ранки. Это аналитику. Ну, этот можно не ставить. Не перегружайте лишними плагинами админку. Почему? Потому что у нас уже и так она прилично загружена, а у некоторых, возможно, и она вообще будет тормозить. Хороший блог «Шакин». Недавние публикации. Он хорошую публикацию. Написал, как начинающему сервис специалисту найти заказ на продвижение. Публикация, правда, майская. Можно посмотреть его начало истории. Хороший блог. Единственное, что он незаслуженно мало прокомментированный. Надо, конечно же, поднаверствовать. Статья иногда хорошая, с роликами неплохими. Но надо, надо вспомнить, что комментарии являются факторами ранжирования. SeoAndMe – неплохой блог. Публикует в последнее время хорошие гайды, бесплатное руководство. То есть, собственно, можно все посмотреть, изучить. Все ссылки, они уложились. Единственный момент – искать контент тяжело. Но я бы посоветовал, что они скорее пиарят курсы. Но если, в принципе, они могут разместиться, мы, думаю, с ними как-то свяжемся, они какой-то пробный курс разместят у нас по ссылочке под этим видео, то, я думаю, мы как бы об этом с ними договоримся. Конечно же, AIN. Вообще, на самом деле, AIN – сайт, который посвящен IT. Он не посвящен чисто SEO. Он посвящен непосредственно IT-бизнесу. Здесь весь свежак фактически по тому, что происходит в современной IT-сфере. Поэтому я бы останавливался над этим сайтом. Он огромный, он содержит в себе огромное количество контента. Иногда не связанного с SEO-тематикой, но статьи по SEO в нем мелькают. Ну и, конечно же, тут есть WebPromoExperts, который выкладывает очень неплохие статьи на AIN. То есть AIN – это новостной ресурс, который приглашает к себе пользователей. Конечно же, есть пиар у них курсов, но в целом новости по SEO можно с легкостью искать на нем. Единственный минус – в последнее время новости слишком посвящены политике, недавним изменениям в Украине, то есть и меньше посвящены непосредственно SEO. То есть, как вы видите, по SEO сплошные кейсы. Поэтому AIN мне нравится, иногда на нем мелькают хорошие публикации, но в последнее время редко. Конечно же, SEO News. SEO News, я считаю, что это вообще на самом деле должен быть настольный сайт для рунетчика, который следит за свежими новостями. SEO News, в принципе, он больше не блог, а новостной ресурс. Он публикует короткие свежие заметки, за которыми можно, в принципе, следить. SEO News однозначно мне нравится, я за ним слежу постоянно. Мы сейчас рассмотрим самые свежие публикации, которые они недавно публиковали у себя. Ну и, конечно же, первая публикация – это Google начал вышеаранжировать первоисточники. Это очень важно, потому что иногда бывает новостной ресурс, публикует новость, ее перепечатывают мощные издания, и первоисточника практически в Google не видно, а, допустим, новостные издания, которые его перепечатали, такие вот, допустим, как «Корреспондент», «Сегодня ЮА», такие ресурсы, забивают всю новостную выдачу просто, потому что они уже имеют трафики давно, и фактически первоисточник не виден. Из-за этого спровоцировался недавний скандал борьбы с фейками, когда Google начали обвинять в том, что он распространяет в новостных ресурсах фейки. Конечно же, это серьезная проблема, потому что берется за первоисточник какой-то ресурс, который публикует информацию, одна новостная страница, одна статья его перепечатывает, искажая информацию, а затем подхватывает в СМИ более высшего эшелона у этого среднего новостного ресурса и перепечатывает уже на свой лад, согласно своей редакционной политике, взглядом, как они это почитали. И выходит, что к первоисточнику иногда главная публикация не имеет никакого отношения, а эти ребята ссылаются не на главный первоисточник, а на промежуточный. Google научится распознавать это. Ну и следующее, конечно, Search Engine.ru рекламирует недавнюю конференцию Cybermarketing. Вот, в принципе, вы можете ознакомиться с свежими спикерами, Шакин будет выступать, кстати. Вы можете успеть попасть на его конференцию и изучить материалы, которые они будут обсуждать. Ну и, конечно, недавняя новость. Мнение Барри Шварца. Сочетался Roundtable. Google больше не мотивирует создавать хороший контент. Да, на удивление заметил, что для того, чтобы создавать контент, нужно требоваться огромное количество времени и усилий. Он прав, действительно, что для того, чтобы продвигать сайт, тратится огромное количество ресурсов. Для того, чтобы получить ссылки, для того, чтобы получить трафик на новость, вы тратите огромное количество времени. Собственно, отличное интервью, где вы можете рассказать, он рассказывает свою историю, как он продвигает непосредственно свой ресурс, как он тратится на продвижение Search Engine Roundtable. Он рассказывает, как он продвигается, трафик полностью органический. То есть, он публикуется за счет хорошего контента, желательно свежего контента. В целом, действительно, очень интересная статья. Ссылочку оставлю в описании. SEO News постарались, взяли их очень важное интервью. Ну и, конечно же, интернет-маркетинг.ру, в завершение сегодняшнего русскоязычного блога, рассказывает очень хороший гайд, как пользоваться Google Trends. В принципе, Google Trends – это фактически маркетинговый инструмент, а и больше не SEO. Причина простая. Иногда, когда вы выбираете вы себе виды бизнеса, вы можете определиться, какой вид бизнеса более популярен, какой менее популярен. Иногда это не очевидно, но Google Trends дает иногда прямым взглядом понять, какое ключевое слово имеет больший вес, какое меньше. А также можно сравнить не только ключевые слова, можно сравнить бренды, найти сезонность и координировать работу в зависимости от пика популярности какой-то либо темы по времени. Планировать работу по контексту, по email-рассылкам, по рекламным акциям, по SEO-продвижению, потому что если вы планируете, допустим, развивать сайт, который заниматься будут услугами уборки снега с крыш, вам нужно уже начинать летом для того, чтобы его вывести на нормальный уровень. Зимой вы его просто раскрутить не успеете. И еще переходим теперь непосредственно к новостям, которые публиковала непосредственно SEO-news. Недавние исследования, которые рассматривали, сейчас мы на это исследование перейдем, мы всегда изучаем первоисточники. Недавние исследования, которые проводили PPC Land, они решили провести, насколько конверсии, насколько падение идет прибыли, если сайты не используют куки. И действительно, падение трафика за счет неиспользования куки доходило до 52%. Неплохое исследование, рекомендую ознакомиться. Ссылочку также оставлю в описании. Свеженькая новость, которую мы, кстати, прошли с моей коллегой Аленой Полюхович, коллегой Аленой Полюхович, прошли непосредственно в наших подкастах. Кстати, следите за нашими подкастами, ссылочка в описании, где мы рассказываем, как пользоваться аудиорекламой в интернете. Мы затрагивали эту тему, прошли с ней в новостях. Да, теперь есть популярный сервис Яндекс.Музыка, в нем теперь можно настраивать свою рекламу, делайте 30-секундные ролики и настраивайте рекламу просто уже в Яндекс.Директ. И теперь вы можете спокойно получать рекламу. Вы платите как за показы. Система оплаты идет как в баннерах за показы, но здесь за прослушивание. И вы платите за пиар непосредственно за своего сервиса. Собственно, расценки в Яндексе можно почитать, это нетрудно. Также недавняя свежая новость, где Google начал отображать в поиске подключенные филиалы Google My Business. То есть, можно теперь увидеть это в виде панели. Если у вас есть ряд сервисов, которые вы хотите отслеживать, теперь он в поиске показывает, как видны ваши филиалы, вы можете перейти на них непосредственно в поиске. Аналогично это если вы, допустим, спрашиваете в Google, допустим, SEO-блог. Это теперь вот этот блок, который также показывает ваши филиалы в Google My Business. То есть, если, допустим, SEO-клик Москва, по идее мы должны будем себя увидеть. Ну, в Украине еще, в России еще не работает, но уже за рубежом можно будет их выводить. Вот, кстати, недавняя новость относительно определения Google и канонического URL. Свежая новость на SEO News. Рекомендую следить за новостями. Говорят по поводу... Спросили действительно, как Google определяет канонический URL. И, соответственно, Джон Мюллер ответил. То есть, вы можете обозначить свои предпочтения, то есть, прописать canonical, но Google может сам выбрать другой URL как канонический. То есть, соответственно, это может учитываться по поведению пользователя. И, соответственно, как вы указали. То есть, Google может проигнорировать неправильно прописанный canonical и, конечно же, взять за основу то, какое выбирают пользователи. То есть, вот, собственно, приоритеты и предпочтения. Первоначально это атрибут сам, потом проверяется редиректы, потом насколько грамотно сделана внутренняя перелинковка. Допустим, у вас на неканоничную страницу больше ссылок, чем на каноничную может оказаться. URL файл из сайтмэп. То есть, если это страничка из сайтмэп, а вы ее сделали canonical. Ну и, соответственно, протокол, что теперь на этой странице тоже может быть. Ну и по виду URL. Что это значит? Это значит, что если вы убили одну страницу, ну как бы их захотели перекинуть при помощи canonicalа вес на другую страницу, при помощи трюка canonical, по факту теперь у вас это может не получиться, если вы не перебьете всю перелинковку. Что это значит? Раньше при помощи canonical можно было перекидывать вес с одной страницы на другую страницу. Теперь же это останется, получается, только редирект, и канонический переброс веса Google будет игнорировать. Свеженькая новость – это то, что Google недавно выкатил два вида тега canonical. То есть, это не тега canonical, тега nofollow. Тег nofollow Google в последнее время начал игнорировать, и начал говорить, что мы не различаем dofollow и nofollow, мы смотрим по поведению пользователей. Теперь рекомендуется всем сайтам, которые занимаются перепродажей трафика, либо, допустим, форумом, заменить теги nofollow на новые теги. С какой срок, мы не знаем. Мы знаем, что документация уже вышла на Google, ее можно найти, и самое главное, что тегов теперь два. Первый тег называется realsponsored. Это значит, что если эта ссылка, допустим, платная, то есть сделанная рекламных целях, вы должны помечать это. А UGC – это значит, что если у вас форум, если у вас прикрученный блок комментов, рекомендуется прописать. Надеюсь, мы надеемся, что плагины для комментов типа Discuss обновят свои nofollow-линки, которые там размещаются. Если не обновят, то, конечно, придется ручками с ними возиться. Вообще информация известная. Это будет до 1 марта 2020 года. Необходимо будет перейти на новые теги. И Гарри Иллис выступал на конференции в Японии. Его спросили, зачем вы это сделали. Он сказал, потому что многие злоупотребляют параметром nofollow, та же и википедия. Поэтому, вводя эти новые параметры, они хотят все-таки придавать какой-то вес, потому что сегодня большие публикации, большие сайты, они ставят этот тег nofollow, и не передается вес, хотя часто это бывает именно полезный, действительно хороший контент. Поэтому это делается только с целью для того, чтобы как-то разнообразить и передавать все-таки вес nofollow ссылками, и игнорировать непосредственно именно спонсор посты, и юзер-дженерейтед контент, это форумы, комментарии и тому подобное. Вот, Анатолий, конечно, меня выручил, да, про конференцию я не нашел, не увидел, по крайней мере. Возможно, это, кстати, в первоисточнике. Надо будет всегда проверить. Переходим, всегда проверяем первоисточники. Ну, да, точно, март 2020, все верно. Анатолий нас не обманул. Теперь, очень важно, в Яндекс.Справочнике появились профили компаний. Да, Яндекс.Справочник – это сервис, аналогичный Google My Business, и теперь фактически можно сделать ссылочку на конкретный Яндекс.Профиль. Они обзавели собственным адресом, наконец-то они это сделали. Теперь Яндекс.Справочник стал Яндекс.Каталогом. Чем, по идее, он должен был быть изначально? Я вообще удивлялся, что есть два сервиса, которые фактически конкурируют друг с другом. Слава богу, Яндекс.Каталог убили, Яндекс.Справочник начали развивать. В него уже внедряют все сервисы, которые есть в Яндекс.Вебмастере. Это верификация сайта, выбор пользователя. Поэтому я считаю, что это правильное решение по интеграции сервисов между собой. И теперь переходим непосредственно к постам, на которые я бы обратил внимание. Во-первых, Google подарил всем нам бесплатный плагин по настройке Lazy Load. Это вот эта медленная загрузка. Google сам сделал плагин. Берите, качайте, настраивайте. Ссылочку я оставлю в описании. Так что я рекомендую все это вам сделать. Настроить на своем сайте на Wordpress. За что Google огромное спасибо. Следующий пост, я бы хотел сказать, он касается настройки контекстной рекламы. С недавнего времени Google начал банить рекламу нелекарственных препаратов. То есть, экспериментальные медицинские препараты, которые не являются еще до сих пор лекарственными средствами. То есть, политика коснулась в первую очередь определенных видов лечения. Это стволовые клетки, клеточные методы лечения и генная терапия. Все эти методы лечения до этого с легкостью проскакивали модерацию Google. Сейчас уже нет. Я понимаю, что, возможно, на Рунете этим пока не лечат. У нас пока лечат БАДами, лечат каким-то, не знаю, там, заговорами, там, чем угодно. Такая ерунда. Вообще не проходит рекламу. Но за рубежом, при помощи стволовых клеток, я даже настраивал рекламу на эту тематику. Есть кейс и по Фейсбуку, и по Гуглу. И да, теперь я понимаю, что уже фактически канал перекрыт. Следующая статья, это, собственно, да, это то, что мы смотрели про NoFollow. Это я бы, нет, я бы обратил недавнюю совсем статью Джона Мюллера. Джон Мюллер внес суматоху на Reddit, ответив на одного из пользователей, WhiteDevil24. Он задал простой вопрос, что если я забыл H1 и H2 на своем сайте? Типа, насколько это критично? И Джон Мюллер ему ответил. Заголовки, они, конечно, важны для SEO и удобства, но они никак не обвалят ваши позиции сайта. Так вот, он говорит, что типа это больше нужно для пользователя, для того, чтобы распределить контент. Вы можете почитать полностью весь коммент, я ссылочку оставлю в описании. Комментарии здесь, собственно, чуть-чуть не согласны с Джоном Мюллером. В русскоязычном сегменте это катастрофически неправильно. И пользователи, которые убрали H1 и H2, сделали его нерелевантными, провалились в позициях, стоило им их вернуть обратно, еще и прописать более длинные ключи в заголовках, в позиции вернулись. И здесь с Джоном Мюллером действительно не согласны. Многие сказали, что Джон Мюллер специально запутывает большинство пользователей, а не говорит реальные советы. Почему? Потому что секреты SEO совсем раскрывать, я думаю, он не хочет. Вторая новость, которую, собственно, ответил Дани Салливан, это касательно точности контента. Да, кстати, на что я хотел бы обратить внимание. А Google-то не определяет, пишете вы правду или врете. Google определяет просто, насколько вы релевантно написали контент и насколько вы авторитетны. Релевантность определяется в соответствии, ну, по машинному обучению и по поведению пользователей. Соответствие запроса и изложенного контента, читай текста. А авторитетность определяется внешними ссылками, релевантностью доменов, которые вы ссылаетесь, постоянным естественным трафиком и, конечно же, наличием брендового трафика. То есть, по факту, что это значит? Это значит, что Google никак не ранжирует фейки, никак не ранжирует, ну, точнее, не определяет, что это фейки. И тем самым, в ближайшее время, ну, как бы, есть слабое место в выдаче Google. Это значит, что информацию, которую вы находите, нужно всегда перепроверять. И перепроверять именно фактаж, который вы найдете. Вот, кстати, вот недавнее по поводу новостей, то есть, мы говорили про тег NoFollow. NoFollow теперь, собственно, в Robots и NoFollow тоже будет игнорироваться. Это значит, что при обнаружении атрибута NoFollow, он его будет просто игнорировать. Вот, при этом сказали, что UGC и спонсоры в метатеге Robots не поддерживаются до сих пор. То есть, если вы их пропишете сейчас, это никак не изменится. Я рекомендую, скорее всего, так, в то время, когда они будут прописываться, где-то вот в феврале 2020, в январе 2020 года постепенно их всех обновлять. Ну и, конечно, собственно, свеженькая новость, это то, что... А, ну, собственно, мы на сегодня уже все новости и прошли. Если вам понравился этот формат новостей, обязательно напишите мне в комментариях. Если вы нашли какие-то интересные новости, тоже мне пишите. Мы рассмотрим их в следующем выпуске. Мы будем выпускать такого формата новости, если вам понравилось гораздо чаще. Чтобы я понял, что вам понравился формат, обязательно поставьте лайк. Если вам формат не понравился, напишите в комментарии, что конкретно вам не нравится в этом формате. И, конечно же, я вот планирую, если что, я планирую в будущем делать два вида контента. Один вид контента – это обзор свежей прессы и обзор новостей. А второй – это пошаговые уроки. Но с пошаговыми уроками я бы посоветовал, я, скорее всего, хотел бы обратиться к вам, пользователю, чтобы вы написали, какие пошаговые уроки вы бы хотели увидеть. Собственно, не забываем проверять подписку на канал. Говорят сейчас, YouTube их почему-то игнорирует. Нажимаем на колокольчик, следим за нашими подкастами. У нас они выходят каждый день, и там очень много свеженькой информации. И, конечно же, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok